Царю Небесный, Утешителю души истинной, Ти же везде сын, И вся исполняй, Сокровище благих И жизни подателю Прииди все лисявны, И очистины от всяких скверны, И спаси, блажай души нашу. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови наше собрание по Слову Твоему Святому, собравшееся здесь у ног святых Твоих, Господи, чтобы все слова Твои, которые даровал Ты нам для спасения душ наших, были очень дороги для нас. Всегда бы пометовали о них, в любое время, даже во сне, чтобы внутренность наша учила нас о Тебе, Господи и Творце. Как ротоборцы на поле брани выкладываются полностью все свои силы, всю свою хитрость для того, чтобы победить и остаться живыми. Господи, даруй нам употреблять все, что Ты нам даровал, все слова Священного Писания, для того, чтобы победить Лукавого и быть с Тобой в Царстве Небесном, а на страшном судилище быть всего лишь свидетелями о тех людях, которые не захотели прийти к Тебе. Помоги нам, Господи, слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. В имя Отца и Сын и Святого Духа. Аминь. Сегодня, 7 июля 2018 года, 8, да, вчера было 7 июля, праздновали усекновение главы Иоанна Претечи. Рождество Иоанна Претечи, да. Ну и знаем, как пострадал пророк, Христитель Господень. И сегодня мы, так как у нас Евангелие от Матфея, мы сегодня посвятим именно 3 главе, в наше внимание уделим, толкование блаженного Феофиласка. Это первый том Нового Завета нашего издания. Игнатий Тихонович Лапкин постарался. И благословение Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского. И будут здесь также и комментарии Игнатия Тихоновича на некоторые места, которые мы прочтем. Итак, Матфея 3 глава, 1 и 2 стихи. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Толкование. Иоанн послан был от Бога для обличения иудеев, дабы они, познав свои грехи, покаялись и таким образом приняли Христа. Ибо кто не сознает своих грехов, тот не приходит в покаяние. Иудеи были горды, посему Иоанн побуждает их покаяние. Царство Небесное называет первое и второе пришествие Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, живя на земле, ведем себя по-небесному, живем без страстей, то имеем Царство Небесное. Кто-то хочет сказать о покаянии? Нет? Вот вчера памятный день был. В 1996 году я принял крещение. В возрасте 31 года. До этого я читал Библию долго, с 1988 года, начал я Библию читать. Когда мне исполнилось 25 лет, то Господь посетил меня смущением в душе сильным. Я начал смущаться, правильно ли я живу, с 25 лет. Мне сейчас 54. Ну и Господь сколько уже дал жизни после этих 25. Почему именно в то время Он меня направил? Вот сегодняшняя проповедь говорила о страстях. Чтобы когда ты юноша, то вот эти вот похотливые страсти нападают. Потом чуть дальше уже тщеславие, словолюбие нападает. Словолюбие. Да, словолюбие. А чуть дальше такая тяга к жизни уже, когда ты старик. Тебе вроде бы ничего не надо, а так жить охота, готов родную мать продать, но ее нет, она померла. Поэтому продаешь все, что можно. Лишь бы только еще за эту жизнешку ухватиться. И вот Господь вот такими какими-то нас вехами проводит через вот кого, кто у нас зять в общине, кто в молодые годы приходил, именно его Господь вот приводил через какое-то покаяние. Все неправильное познание твоей жизни. Ты вдруг понимал, ты неправильно живешь. Или какой-то поступок один приводил. Или кто-то говорил тебе об этом. Я часто вот начал, еще перед 25 годами, часто мне начали указывать на то, что я неправильно живу. И причем мои же свестники, не то что там взрослые люди. И вот Господь даровал такое ум мне, что у меня ум этот, вот совесть называется, начинало меня обличать, когда я оставался один. Я страшно не любил один оставаться. Мне нужно было где-то бежать, куда-то на какие-то вечеринки, на где-то какие-то взлохмачивания там, эти молодежные. Везде меня туда надо было нос ссунуть было. Почему? Боялся остаться один на один, потому что совесть сразу обличала и говорила, ты неправильно живешь. А пословица, волка ноги кормят. Вот докормили ноги-то, ноги-то отказывают из-за того, что много бегал не туда, куда надо. Не на благовестие. И Господь постепенно такими вот шагами Библию даровал в эти же 25. Я начал читать, не мог понять, что это ко мне обращено. И в 92 году только Господь дал мне покаяние. Я упал на колени, взмолился Господу, разрыдался и сказал, Господи, так эта вся книга в Библии ко мне обращена. Четыре года чтения не дали мне познания того, что это все говорится обо мне. Вот то, что мы сейчас будем читать здесь, это говорится не о Некрестителе. О нем говорится, да, о нем. Но не о нем. Это говорится о нас все. Почему? Да потому что Господь этого человека, пророка, сделал. Для чего? Этот пример нам дал, этот пример. Чтобы мы тоже смотрели на пример этого человека. Это человек был, который тоже имел грехи свои. Но он покаялся, до такой степени покаялся, что заповеди Господни стали, как дыхание для него, как кислород для нас, как воздух, как вода. Для него стали заповеди Господни, исполнение их. И он на этом, Господь его и возвеличил, и поднял на небеса, выше всех пророков, которые были на земле, выше всего апостола, как его почитали. Сначала не понимали его многие, потом сейчас будем это мы как раз проходить. Я про грехи. Про покаяние, про грехи. Нет. Если он от утробы матери был пророк, в чем ему было каяться, от утробы матери, потом родители и мученики, он в пустыне был, какие грехи у него могли быть? Питался акридами дикими. Ну вот и подумай на досуге, какие могут быть у человека грехи. Все грехи, какие были у нас, такие же были и у него. Но только он понимал, что надо исполнять заповеди. И он, исполняя заповеди, пришел к тому, к мученической смерти. А мученическая смерть привела его на небеса. Говорит, последнее время, говорят, говорит, цветы, мужи, ну и апостолы, как бы это подтверждает апостол Павел, последнее время, те, кто был первым, станут последними, последние станут первыми. А как же, говорит, мученичество, если не будет, как же мы будем спасаться? Говорит, через скорби и болезни. Такие будут, скорби нападут на нас. Ну, как знаете, люди вешаются, вот сейчас, ну, молодежь там, особенно, прыгают с многоэтажек. Почему? Неразделенная любовь там, кто-то там, подружки не оценили и так далее. То есть, за всякую ерунду люди покончают, кончают с собой жизнь. Понимаете? Вот какая скорбь у людей. А еще не было даже антихриста, даже и предзнаменование его еще, ну, только-только какие-то начала может есть. И начало в чем? В том, что описание, то, что Иоанн Богослов описывает нам апокалипсис, кое-что мы начинаем понимать. Вот, хвосты драконов, там оттуда пламень, мы начинаем, а, это, наверное, ракеты, это, наверное, какие-то снаряды. То есть, почему? Ну, нам это видно. А он тогда этого даже не понимал, потому что стреляли и стрелы. Он даже не мог сказать, это хвост какой-то, из него что-то там летит огонь. Не мог он нам рассказать. Ну, то есть, вот из этого мы можем, и вот потом вулканы начали вот сильно действовать, потом какие-то метеориты, вот это вот, все-все, мы понимаем, что все небесные светила, все вокруг нас, вся земная кора, вода, все приходит в движение. Чудовища начали вылавливать, в последнее время показывать начали. Вот то, что 20 лет назад в фильмах ужасов там показывали, и всех пугали там отдельными картинками, где-нибудь если телевизор смотришь, да, конечно, подпрыгнешь. Сейчас их прям находят и следуют уже прям. Как будто бы вот сатана потихонечку кому-то там из бесноватых в мозг закладывал это, а он это все на экран выводил. А теперь люди немножко подпривыкли, а теперь как бы, ну, Господь, чтобы совсем не испугались, чтобы от ужаса. И люди потихоньку-потихоньку начинают понимать, что в последние времена много об этом говорится, но еще нету их. И уже сколько мы видим смертей в Японии и в России тоже много, в Америке, в самой жирно живущей хорошо стране. Голодные люди, все говорит о том, что как встретили Христа, Иоанн Креститель, апостолы, вот земля уже была порочная, и написано, пришел уже к людям, уже пришел к проклятому роду, не к проклинаему, к проклятому уже, уже пропавшему, погибшему народу Израилу пришел. И вот такой народ и сейчас у нас. Погибший народ вокруг нас. Но почему мы это видим? Потому что есть и святые. Те, кто идут и в заповеди Христовы почитают так же, как их почитал Иоанн Креститель. Но мы можем еще дальше пойти. о покаянии. Никто не хочет сказать? Нет, я просто продолжить твое. Пришел к своим, он же не пришел к язычникам, а он пришел к своему народу израильскому, и свои не приняли его. Это просто вот к тому дополнение. К язычникам, когда самарянам пришел и с радостью приняли. Вот, а к своей отвергли. А к своей отвергли. Потому что сильно много знали о нещем. Вот иудеи написано, были горды, посему Иоанн побуждает их к покаянию. О, к своим пришел. Вот был он в пустыне, был в пустыне, все, претерпевал он это все, думал, рассуждал об этом. И Господь призвал его к смирению, к покаянию в этой пустыне. Он все это осознал и вышел оттуда уже совершенно другим, не тем иудеем, каким он зашел. Можно кто-нибудь житие Иоанна читал. Мне вот интересно, в каком возрасте, говорят, с младенчества в пустыне, кто может ангел ухажен, но не может ребенок с младенчеством. Мне это вопрос интересен. Нет, не было. Как он там находился? Не было с младенчества, конечно же, это понятно, жил где-то, а потом в пустыне, в пустыню ушел, видишь. Что такое пустыня иудейская? Иудейская пустыня, это каменное такое место, редкие там какие-то оазисы, там протекает река Иордан. Он вышел из пустыни, подошел к Иордану и вот начал проповедовать. Проповедовать. Его, ну, может кто-то там где-то встречал его, ну, какое внимание на него могли обращать? Родители. Ну, нищие, родителей нету, родители уже умерли давно, понятно. Их нету родителей у него. До скольки могла там мать его воспитала, отца Захария убили, понятно, уже это мы знаем. Поэтому, насколько можно, мать его выходила, потом сама плачила, вот он остается так, один сам с собой. Господь его так вот выпистывал до пророка. И этот пророк призывает покаяние. Вот это мы точно знаем. Как не говорится ничего о детстве Христа, говорится только, что был в подчинении у матери, матерь складывал сердце в своем, какие-то некоторые моменты знаем, когда в Иерусалим ходили. Так вот, и о детстве Иоанна Крестителя вообще ничего не известно. Но, судя по тому, что он стал пророком, понятно, какая благочестивая жизнь его, как говорят, он провел благочестивую жизнь. Ясно, что все было. Но, там безгрешности, конечно, разговоры не нужно, разговоры разговаривать. У нас был безгрешный, и есть. Это Иисус Христос, который имел все, кроме человеческого греха. Ну, вот тут момент, когда пришла Мария и взыграла ребенок в отчереве у матери, и взыграла ребенок у матери Иоанна, и она сразу стала хвалить Елизавету. Елизавета, да, взыграла ребенок, потому что он почувствовал, он почувствовал, что это вот то, тот, ради которого он должен родиться, перед ним родиться, за шесть месяцев до рождения Христа Иисуса Христа. Ну вот, кое-что нам известно, но понятно, что, ясно, если он в младенчестве возрадовался так, то, какая жизнь там его дальше сдала. ну пускай в детстве там маленький был, мог чего-то там недопонимать, ладно, а потом дальше-то в юношестве в пустыню-то он уже пошел сам, не просто там кто-то его гнал. И одежды у него были, раз у него была одежда, кто-то же сделал ему одежду, значит, он мирно очень жил с людьми. Они понимали, что он не просто какой-то там вор или разбойник, никто же его не выдавал. Но можно какими-то юридическими такими небольшими как бы посылами определить, что он был за человек. Но чудеса-то являлись же перед тем, как он должен был родиться, были явлены чудеса для того, чтобы они бездетные были родители. Вот в каноне говорится несколько раз, что Христос зачат от Духа Святого. У Иоанна Крестителя несколько раз повторяется от родителей. Но он же не просто от родителей, значит, а при... В старости. Дух Святой только. И они благодарили, что Господь им дал ребенка, чтобы перед... Ясно, что воспитание было его, воспитание его было в духе благочестия. Да, благочестивое. Это понятно ему. Слово Божие он знал просто великолепно. Мы читаем. Уже при рождении Дух Святой. Да, Дух Святой. Взыграл ребенок. У многих и так взыграл. Это чудо было явлено Богом. Мы знаем, что были пророки, которые в отрочестве приходили. Господь являлся там Самуил, Амос. От детства еще Господь призывал их. И они, эти люди, до конца были верны. И все закончили жизнь. Мы знаем, как. Всех убивали. Почему? За Слово Божие. То есть они были до конца с Богом. Кто там что хочет выяснять, я никак понять не могу. Зачем вы все это выясняете? Он был человек, во-первых. Человек, ясно. Он был подвержен грехам, как все люди. Христос не был подвержен грехам. Что еще выяснять-то? Хватит выяснять. Вопросы какие-то вообще непонятные для меня. Это как Богородица сейчас начинает, что Богородица зачата так же, как и Господь, бессеменно там начинается. Тоже. Зачем выискивать-то это? Ну, человеки и человеки. Что такого-то? Ну, это слой Божий написан. Никто же не говорит, какие там грехи были. Или что? Просто они были грешны так же, как все они нуждались в исправлении. В каком исправлении? Первородный грех действует на всех. Что непонятного-то? Что святее Папы Римского надо быть? Нет, я-то говорю только о том, что написано в слове. Я про тексту много вопросов задаю. Непонятно. Ну, не понимаешь, чего так это. Почитай. Прочитать это можно. Ну, а то какие могут быть вопросы, эти... У нас здесь споры-то об этом. Третий стих. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, «Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Исаия, 1 глава, 3 стих. Путем называет Евангелие, а стезями законные учреждения. Посему, как бы так, говорит, «Будьте готовы к евангельской жизни и законные заповеди творите право, то есть духовно, ибо прав Дух». Ну, вот это вот и следуем. Пожалуйста, давайте исследуем. Есть вопросы по этой теме? То есть, значит, не хватало евреям что-то, чего-то, раз пришло Евангелие. Правильно? А чего не хватало? Духа не хватало. Духа. А что было до этого? До этого? Закон. Закон, который через родителей, из уст в уста, через учителей поступал в разум, и нужно было его исполнять, потому что ты еврей. И написано, были горды. А почему горды? А мы евреи, мы от Бога избранные. Все. А раз избранные, ну что, ну немножко я там согрешил, где-то я там заповедь не исполнил. Ну, как бы, я каюсь, что не исполнил. А покаяния не было в этом. То есть, если ты не исполнил заповедь, ты погиб. Все. Поедете, но за камнями погиб, побить. Но, было от Господа такое, как бы, сделано послабление, что ты мог принести жертву. И вот люди несли, постоянно несли там, убивали тысячами, сотнями тысяч, овец, волов, голубей. Голубей вообще, наверное, неисчислимо. Потому что бедные люди могли голубя или горлицу принести в жертву. За грех написано. И несли, чтобы, потому что постоянно грех присутствовал. Постоянно не исполняли заповеди. Мы это читаем, как они их не исполняли. Были там и воры, и тщеславные были люди, и убийцы, и кого только не было. Даже сам царь Давид показал. И пророк он был. Вот, кстати, о пророках, что они безгрешны, не безгрешны. Вопрос даже, какой может быть вопрос? Он пророк. Пророк, он сделал свое дело. Но он человек. Исполнил. Но он исполнил то, что ему было дано от Господа, через Духа Святого. Он все исполнил. Этот человек, представляете? И где он теперь? И все, кто были до Христа, все шли в Шивол. Преисподние места. Как говорит Яков. И сойду я, говорит, Преисподние места, к сыну моему. Преисподние места. То есть он четко, Яков, если знал про отец, что Преисподние места его ждет, хотя он как бы живо-свято. А Лона Аврамова там же где-то, только повыше, там же в Преисподних местах, да? Лона Аврамова. На облаке. Написано это на облаке. Лона Аврамова, это то место, где дожидаются спасения с верным Аврамом, Богом. То место, оно не ад. Потому что мы видим, когда Господь говорит об этом, он говорит, он говорит, да, богаче, который сидит в аду и просит, чтобы Лазарь омочил конец перста своего, чтобы прохладить ему язык. И он начинался. Мучится в пламени 7. Ну да, он его увидел, конечно. Поднял очи, там зрение, не такое. Ну это не надо думать, но увидел. Это было попущено Господа. Господа попускается. Для чего? Для того, чтобы все вот говорят, это просто притча, это просто притча. Ее рассказывает Господь. Рассказывает сам Иисус Христос. Это истина. И причем Лазарь, и Лазарь такой был, и богач такой, говорит, был. И не один может. И Господь, видя это, он знает все это, и он все это рассказывает, как это все было. А было для чего? А для того, чтобы рассказать другим здесь эту, в виде, как бы, притчи, в виде истории, которая была, конечно же. Видим, это даже не притча, а были, будем говорить. Были. И что там дальше? Он говорит, братья мои, братья, пять человек, они же все пойдут, как я. Он понимает, что они так же живут. Пускай он пойдет, сойдет и скажет им, они же мертвого увидят и поверят. И Авраам говорит, нет, если Писанием не веровали, Моисею не веровали, законом, то есть не исполняли, жили, по полной программе грешили. И сейчас это все относится к сегодняшнему роду человеческому. Сейчас все это продолжается. Вот поблагодарить забыли и тех людей, которые до конца надеялись, что наша сестра Анастасия выздоровеет, но еще не в предел. Но уже она и не есть ничего даже. Что может ей уже помочь? Все было для еды это сделано, лекарства какие-то уже. Все. Сделали операции, барокамеры и облегчения какие были, и желтуху сняли. То есть облегчение пытались вести. Оказывается, все время на морфии, на морфии, то есть на обезболивающем, сильном обезболивающем живет сестра. Так в этом, в этом помогает только Христос. А так люди сходят с ума прям. Почему им до конца не говорят, что о них? А она уже сколько знает об этом. Уже и детям там и ролики записали, и там что, и муж уже бросил пить на какое-то время, потом опять запил, потом опять бросил. Дальше пойдем. Четвертый стих. Сам же Иоанн имел одежду из зублюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его была, были акриды и дикий мед. Иоанн располагал к покаянию и словам, и самим видом своим, ибо носил одежду плачевную. Говорят, что верблюд есть животное среднее между чистым и нечистым. Он чист, потому что отрыгает жвачку, и не чист, потому что имеет нераздвоенные копыты. Так как Иоанн приводил к Богу и мнимо чистый народ иудейский и нечистый языческий и был срединным между Ветхим и Новым Заветами, то он и носил одежду из верблюжьих волос. Все святые в Писании, ну в Библии, представляются опоясанными, как непрестанно пребывающие в труде, ибо нерадивые и преданные чувственности, как, например, сарацины, не опоясываются. Они представляются опоясанными кожаным поясом, как умертвившие в себе страсти плотского вожделения, потому что кожа есть часть мертвого животного. Некоторые думают, что акриды суть верхушки травы, которая иначе называется меланго. А иные, разумею, под этим дикие яблоки. Под диким медом, разумеется, мед диких пчел, полагаемый ими в деревах и между камнями. Акриды переводятся как кузнечик. Саранча акрида. Большие саранчи. Ими питаются, они там как белок идет. У нас даже такого нету, как кукурузные початки делают вот эти вот такие, попкорн называется. Такие у них. А саранчи, сколько вот видели, передавали недавно, там в Краснодаре, сколько налетело саранчей. У машины крыша прогибается. Столько саранчи садится. Зараз. Машина ехать не может, останавливается. Так они съедают. Нет, нет. А, ну, они все съедают. И показывают, тут такая здоровенная. Чуть меньше очков. Позапрошли что ли? Перелет? Давно, да. Летела прямо целая стая. Мимо пролетели? Вот такие вот прямо. Мимо пролетели? Да, ну, не знаю. Ну, давно это, не в этом, не в том году даже. С ним нельзя справиться со с ним. А как же все? Никак не справиться. Катушки все съедают, всю зелень. Ну, их поливают там всякими химикатами, ну, сами понимаете, что это такое. Ну, то есть вот, я имею к тому, что саранчи много бывает. Ну, вот, как питаться? Она там пролетает на пустыне иудейской, там попутно что-нибудь сжирает. И дальше идет плодородные там равнины. И вот, видать, он их собирал и высушивал на солнце. И вот этим питался, жевал. Кто-то скажет, о, вкусно, саранчи там, что белок. А другие показывают выживание, это просто выживание. Берут там личинки, едят и так далее. Для того, чтобы выжить, вкуса нету никакого хорошего. То есть, это через терпение. И дикий мед, он мед-то вкусно, а дикий мед, он горчит очень сильно. Поэтому, его еще попробую раздобуть с этим, чем они, никакого случая, в одной их не зальешь, чем там, ничем таким не выкурить. Как он этот мед добывал? Молитвой. Даже понять не могу. Ну, сложно, короче, все это сложно, очень тяжело. Ну, видать, он с кем-то разговаривал, раз узнали, что он питался акридом и диким медом. Включи. Алло, Сережа. Включи. Да, я звонил тебе, хотел узнать, как камеру тут. Ну, все, уже договорились. Уже снимаем все, уже занятия идут. Да, да, я туда повезу, она сама снимет и все. Ну, я буду обратно забирать. Аллилуйя. Все у вас нормально все? Пятеро, да? Ну, ничего так, ты поговорил там, как люди-то. Ну, ясно. Ну, я тут просил его, вы хоть, хоть, говорю, поговорите с ними, как следует, там, чтобы не 15 минут-то, подольше там. Ну, ясно. Ну, я понял, с Богом. поклон от всех нас. Так, Сергей, пять человек крестились, одна женщина, Заринская. Все, 15-ти минутная была беседа перед этим. Скрищаем. С каждым? Почему с каждым? Со всеми, конечно. троих, вот, Сережа, футболок, они в коже всего не называют. Одну, Заринская, говорит, привез, остальные приехали. Так, ну, наверное, Марина, которая туда приехала, там, наверное, с девчонкой со своей, еще кто-то приехал. Так, толкование, дальше. Пятый, шестой стих. Ой, Евангелие, 1-3 глава. Тогда Иерусалиме, вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Толкование, хотя и крестились, но Иоанново крещение не имело силы отпускать грехи. Иоанн проповедовал только покаяние и приготовил оставление грехов, то есть вел крещению Христову, которым даруется отпущение грехов. Ну, вот это надо знать, что было такое крещение Иоаннова, хоть он креститель, но креститель больше потому, что крестил Иисуса Христа. Так, так как надлежало всему этому быть, при крещении воды получили благодатные силы от Господа, что когда человек верует в Иисуса Христа и руками истинного священника, после исповеди по вере креща ему даруется великое великое таинство рождения человека свыше. Нет, здесь только покаяния было. Так Иоанн объясняет, что Христос дал нам вот это. После Христа только пошло. Седьмой стих. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им по рождению Ихиднина, кто внушил нам бежать от будущего гнева. Толкование. Фарисей значит отделенный, так как они почитали людей отличными от других и превосходящими других по жизни и по знаниям. Садукеи не верили ни в воскресение, ни в бытие ангела и духа. Слово же садукея означает праведный, ибо седек означает праведность. Они или сами себя называли праведными, или так назывались по ересеначальнику их садоку. И фарисеи и садукеи шли к крещению не с доброй мыслью, как прочие, потому Иоанн и обличает их. Иоанн строго говорил к ним, зная их строптивость. Впрочем, отчасти и похвалял, говоря, кто внушивал. Он дивится, как случилось, что этот злой род пришел в себя. Называет их исчадиями и хидны, потому что как сии при рождении прогрызают ложесно матери, так и они убивали отцов своих, то есть учителей и пророков. От будущего гнева, то есть от гиены кто-то даже из фарисеев и садукеев крестился в покаянии. Раз получали они похвалу такую серьезную отряда крестителя. значит действует слово пророческое, слово Духа Божия своеобразно действует на людей. Мы сами с этим столкнулись и сейчас столкнулись, когда пять человек приехало креститься, через какой-то компьютер смотрят люди в телевизор и приходят к такому понятию, что надо родиться свыше нам. Мы понимаем. Конечно, нам было легче здесь, мы сюда пришли, выслушали слово, задавали вопросы, смотрели глаза в глаза, беседовали с другими людьми, которые рядом, понимали, что никакой это не театр, не спектакль, люди действительно веруют, что неправильно прожили, что хотят по-другому эту жизнь начать. Узнавали, как ее начинать, что рождение должно быть от воды и Духа Святаго, читали слово Божие, рассуждали, вот как мы сейчас делаем. Мы же как бы это даже не для себя, для себя, в каком смысле, для напоминания, чтобы первая любовь, которая пришла к нам через познание Господа Иисуса Христа, через слово Божие, чтобы она сохранялась до конца дней, и чтобы нам было легко встречать такие напасти, огненные искушения, как сестра наша Анастасия, или вот Сергий, брат парализованного в Воронеже. Или вот брат у нас постоянно сатана обуревает его так, что кажется уже и жить не может он. Но пока отпускает, отпускает все. Не знаю, как уж, что дальше делать брату. Слишком близко прям сатана на плечах сидит прям, не дает брату ходить, видно, как ему тяжело, как будто он рогами за небо цепляется, на плечах у него сидит. Но вот есть для этого покаяние у нас. Слава Богу, есть покаяние. И Ян Златоуз говорит, ну если уже пал ты, то у тебя, как у овечки, у нечистой, которая шерсть заморала в грязи, только одно может встать и идти дальше. Пройдет дождь, высокая трава там с росой и очистишься, обмоешься и опять станешь в блестящей шерсть, угодной для стрижки, для продажи, купли-продажи для небесного царства. Ну а свинья, она всегда лежит в грязи. Все. Лежит в грязи и говорит, сначала говорит, что-то тяжело мне, а потом, да ничего, прилежалось уже, тут тепло, солнышко припекло, грязь хороша, тенек. А овечка встает и идет, свинья валяется вблизи. Хотя я видел и свиней, которые бегают, как савраски, честно признаюсь. Но это не везде. В горном алтаре, по горам прям прут. Но у них там просто негде бегать, они бегают по горам. Но все равно ждут грязи своей. Поэтому мы говорим о том, что было тогда перед глазами. Иудеев. Отсюда Господь притчи дает. Высказывания такие интересные. Восьмой стих. Сотворите же достойный плод покаяния. Толкование. Видишь, что говорит? Не только должно избегать зла, но и приносить плоды добродетели. Ибо сказано, уклонись от зла и сотвори благо. Псалом 33, 15 стих. Не только уклонился от зла, но еще и благо сотворить. Как? Ну, поэтапно нужно все делать. Тяжело. Ну, можно. Сотворить. Уйти от зла сначала. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Тебе всего-навсего не нужно вставать и идти. А если встал, иди в другую сторону лучше. На совет нечестивых не ходи. Как об этом узнать? Это Бог только даст силу узнать. Ты идешь куда? На совет нечестивых или в нужное место добродетели? А так, если ты не знаешь Слово Божие, ничего не понятно будет. Поэтому без Слова Божьего никак. А если непонятно мне, и Слово Божие читаю, есть для этого старший умудренный уже священник, духовник, духовный отец ли. Есть совет братский. Ну, я имею ввиду тут всех сестер, братский совет. Со всеми посоветоваться. Ну, первое, на первое, конечно, сначала молиться. Даже читаешь Слово Божие, что-то непонятно там, что-то творится в душе. Помолиться. Ну, вот как сестра помолилась и даже заплакала от бессилия, что хотела сестре так помочь, а когда столкнулась с этим, то очень сложно. Ну, вот правильно, что помолилась при всех, стала, сказала братья и сестры. Я не рассчитала силы. Есть люди, которые заранее уже просто прикидывают. Ну, не то, что они малодушные, а не могут. Вот Татьяну, у нас сестра, потянуло, сколько она была у тебя, по семейству. Ну, она тогда хоть, да, когда находилась, что-то не мало. Да, 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 да. Ну, тут надо было уже рассудить, тогда еще вот ей это нужно было. А теперь, когда она уже не ест, не пьет, просто лежит в дом, это самое лучшее лекарство, дом. Но все дома умирают. Да, да, дети, тем более, там, муж. Какой бы там муж ни был, там, за компьютером сидит он. Ну, он глухонимый, у них свои понятия о жизни. Да, у них свои. Да, ну, верующий тоже надо понять, он понимает, что такое жизнь и смерть. Ну, другое дело, что он еще пока не понимает, какая на него ложится нагрузка, зачат. Ну, с другой стороны, уже 17, 16, 15 и 13. Как они, с чего они на свечет? 13-й год уже, Нестор, конечно. 12, значит, ему лет. Ну, я говорю, 13-й, 13, можно сказать. Уже, как говорится, дети подросли, конечно. Господь дал. А вот глухонимая-то у нас была, тоже у нее мальчик, когда потянула, она подумала, что там в лагере он. Ирина, которая? Да. И она-то, у них вот понимание. Родители плачут, а она пошла на балкон и молится. Потом выходит, Бог дал, Бог и взял. А что случилось? Ну, она думала, что это ее ребенок погиб у нее. А оказалось, это не ее ребенок. И вот у него такое же понятие, что Бог дал тебя мне, ты моя жена, и Бог тебя заберет. Вот, все, у него вот это вот раз, как отрезало. И она даже не плакала. Вот мысли такие, мне все Настя просвещало. Господь, да. Поймите, это у них совсем по-другому мысли. Они вообще по-другому. Если сказано, что он умрет, умирает, они ждут смерти. Вот она сколько уже, Тамара, стоит у нас. Я вот сейчас вот ближе там к ним, так как с ногами, у меня с коленями. Прям за ней стою. Она постоянно возмущается. Чего так долго там все читают, Господи помилуй. А у нас же там поют. И она прочтет, ну три раза, Господи помилуй. Раз, раз, вот так вот. И стоит. Стоит. Ну и че вы тут все? Че, я не пойму. И такая, ну че дальше-то, давайте. А ей показывают. Ну, распев она. То есть, они не понимают, что такое петь. Представьте, человек, который не может петь. Да любой, который самый не поющий, без голоса. Какую-нибудь песню про себя спел, или даже чуть-чуть напел вот так вот. И уже как-то приободрился, все. Да, это такое. Ну, вот мы тут песнопения поем постоянно. Ну, свои там или православные-то нет. Православных мы напоемся здесь. Баптийские даже. Ну, а там в баптийских много православных. Они у нас все позабирали. Все самое лучшее. А православные уши развесили. Спокойно. Даже не то, что отдали, а даже и... Ну, и ладно. А они поют. Я был у пятидесятников на концерте. Они наш символ веры. Только, как говорится, вперед. Наш символ веры весь. Кроме... Это... Чаевоскосеевый... Нет, это в жизни будущего. Нет, нет, этот амин. В единую соборную апостольскую церковь. В единую соборную апостольскую церковь. В единую соборную апостольскую церковь. В одиннадцатую, да, по-моему, это члены? Символ. Символ веры. Вот эту они не поют, а все остальное поют. Да так, прям на разные голоса там вышли, прям вот так выстроились. Человек пятьдесят, если не больше. Мужчины, женщины в таких облачениях глины. Что это ничего не поют? Ничего не поют? Пропустили, да? Пропустили дальше, да. Я догадалась сразу, раз они не церковь. Да, 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 да. Во единую святую апостольскую они не поют, да. Они на этом тормозят, да. Я беседовал с ними. Так интересно. Ну, я потому, что... И церковное наше можно петь. Ложка. Ложка меда в бочку в дегтя. А музыка какая? К этому символу. Ну, приблизительно наша такая, да. Ну, тоже. А оратория без музыки. Они голосом музыку делают. Так, про что дальше? Девятый стих. Ибо не думайте, говорит себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Им служило в погибель то, что они полагались на свое благородное происхождение. Под камнями, разумеется, язычники, из коих многие уверовали. Но Иоанн говорит просто, что Бог и из камней может воздвигнуть чад Аврааму. Ибо и ложесна сары по бесплодию были камнем. Однако она родила по Божию изволению. Воздвиг же Господь чад Аврааму от камней тогда, когда при распятии его многие, увидев расправшиеся камни, уверовали. Ну еще там говорят, что он указывает на камни. Он крестил в том месте, где евреи переходили в Иордан, когда шли на Иерихум. И посредине Иордана, когда там было сухое русло, сложили жертвенник каменный. И говорят, воды было тогда как бы не очень много, и камни эти было видно. И он как бы там стоял на этих камнях, и он говорит, из камней сих воздвигнув. Как бы указывая на камни. Ну тут хорошо и про язычников сказано, но это там такие толкования, конечно, фарисеи, саддукии не могли о них думать. Это нам как бы говорится уже для просвещения нас. Что мы камни там. Ну камни, да, действительно, ни одной духовной, никакой, даже молекулы не было у язычников. Ни одной, никакой. Ну Гераклы там, Афродиты там, Дионисы, все. О Боге истинам-то никто ничего не говорил. Нисколечко причем. Толкование. Ой, Матфея, 3 глава, 10 стих. Уже и сетира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, струбают и бросают в огонь. Толкование. Сетиру называют суд Христов, а деревьями каждого человека. И так, по вину неверующего и посекается с корнем за неверие свое и вергается в гиену. Не сказал, которое не сотворило, но не приносящее. Потому что непрестанно должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а ныне похищаешь, то какие плоды приносишь? И как будешь приятен Богу? Вопрос такой. Матфея, 3 глава, 10 стих. Я не достоин поднести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым Огнем. Толкование. И он сказал им, сотворите плод. Теперь показывает, какой плод. То есть плод веры в грядущего за ним. В грядущий с большой буквы, значит Христос. А за ним шел Христос. Он был и по рождению, позднее его, шестью месяцев, и по явлению. Ибо сперва явился предтеча, а потом Христос, о котором он свидетельствовал. Я, говорит, не достоин быть и последним рабом его, или носить обувь его. Под обувью, разумеется, и двоякое сошествие его. Одно с неба на землю, другое с земли в ад. Ибо сапоги суть кожи, плоти и умерщвления. Этих двух схождений не мог понести предтеча. Ибо не понимал, как они совершились. Он щедро исполнит вас благими дарами Духа. Тогда как мое крещение не дает ни благодати Духа, ни отпущения грехов. Но Господь отпустит вам грехи и щедро даст Духа. Господь Иисус. Матфея 3, 12 стих. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою, жидницу. А солому сожжет огнем неугасимым. Когда крестились от него и потом будете, говорит нам толкователь, грешить, не думайте, что он попростит вас. Нет, он имеет и лопату. То есть рассмотрение и суд. Церковь, в которой, хотя много крещеных, подобно как на гумно собирается с поля все. Но из них одни оказываются плевелами, каковы легкомысленные, направляемые к злу Духами, злобами. Другие – пшеницей, те, которые приносят пользу. И другим, питая их учением и делом. Неугасимый год Геенский. Посему обманывался леген, когда говорил, что мукам будет конец. И так, на слово «много крещеных» Игнатий Тихонович Лапкин делает комментарий. Принятие в церковь через механическое крещение обмерщило и сделало неотличимой от мира невесту Христову церковь. С какой легкостью церковь пошла на это обмерщение ради земных льгот и выгод, когда патриарши и монаши и престолы соединились вместе. А теперь не просто трудно, а почти невозможно вернуть все к первоапостольской чистой церкви. Сегодня священники не могут отличить не только овец от козлов и от чесоточного отца здоровья, но допускают одинаково к таинствам и волков, и змей, и овец. А вначале было не так. Деяние 5.13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Отсюда вывод, как читаем в житии Макария Александрийского за 19 января, что народ Божий, то есть те, которые называются верующими, не только не прославляют внешне, а презирают и ненавидят. То, что сегодня отпевают всех подряд, вызывают презрение за несерьезные отношения к делу спасения даже у демонов. Левитов, 10 глава, 10 стих. Чтобы вы могли отличить священное от несвященного и нечистое от чистого, должно быть прежде чревоношение, то есть оглашение, и только потом рождение, то есть крещение. А так как нет катехизации, то получается мертвые выкидыши. Только что вы о этом говорили. И проходит не рождение, а удушение, когда человек и не научен, и не погружен. А согласно Слову Божьему, он должен сначала веровать, а потом погрузиться в воду во святом крещении, трижды, Марка 16, 16 глава. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, а сужден будет. Час прошел. Ну вот, о крестителе поговорили, вспомнили о нем, великом пророке. Ну, там долго еще о том, как Господь крестился от него, о том, как потом преследовали Иоанна Крестителя. Ну, все не успевается, поэтому на этом остановимся. У кого вопрос какой есть, давайте разберем последний. И поедем на благовестие. Дела надо делать. У кого есть силы? Если нету никого, я подвезу до остановки. До остановки подвезу. Мой муж сегодня просто в футбол смотрел. Я только легла спать, он встал и в футбол смотрел. Ну, все. И в 4 часа пришел, вдруг мне в 5 вставать. Вчера на картошке. Ну, ладно. Кого надо будет отвезти, брат, ты еще будешь здесь? Я буду здесь. А мы отдохнем немного, я отвезусь и все. И мы с Людмилой Степановной через полчасика поедем. Немножко охолоднемся тоже, да? А то что-то после занятий, после всего устаем. Ну, сегодня-то не жаркий день хороший, так хороший. Да ничего, там дальше уже приедем. Итак, помолимся. Достойно есть якова истину, Бога, как и Тетя Богородицу, Пресно блаженую и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без истления Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величает. Благодарим Тебя, Господь, за великие Твои милости, Которые оказал Ты нам и в этот день. Благодарим Тебя за святого пророка и крестителя Иоанна, Который показывает нам такой пример благочестия, чистой жизни, такого мученического конца За заповеди Твои, святые. Благослови, Господи, и нас прожить чисто, Всегда соблюдая заповеди Твои. И хвалясь крестом Твоим, святым, Как некогда хвалились святые апостолы, Те слава за все, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, включаем.